Источник святых Источник святых Чистого, сознавая его причастным к Божьей благодати И проводником этой благодати Сам образ ее излияния на человечество В Евангелии образом воды представлен У верующего в меня из чрева потекут источники воды живой А сам себя Господь в разговоре с самарянкой Называет также раздаятелем живой воды Обладатель которой уже никогда не возжаждет А всегда будет иметь плодородие душе своей Потому и источники, конечно, в нашей русской традиции Особой почтительностью окружены И священными, как правило, освященными источниками Именуются те, которые находятся возле храмов И в определенные дни, не только в день Великого Водосвятия Накануне праздника крещения И в самый день крещения, совершаемого в практике нашей русской церкви Но и в другие дни священник исходит на эти источники Совершая чин, упомянутый праздник Великого Водосвящения В другие дни года, именуемый просто молебен с водосвятием Где не просто в кандие, в таком сосуде, расположенном где-то в храме А прямо на источнике совершает водосвятие После молитв определенных, погружая в этом источнике крест Не обязательно серебряный Как думают некоторые, что благодаря ионам серебра Вода становится особенно значительной и полезной И всегда было в древней русской традиции Деревянным крестом как раз служить освящению воды И таким образом, однажды освященный этот источник Поскольку капля моря освящает И источник связан с своим продолжением Тем, что с него истекает Хотя нельзя войти в одну воду дважды Но трудно найти границы туда освящения в будущее Которые преподносятся освящением в настоящем Во всяком случае, с регулярностью Там, где есть эти неподалеку от храма находящиеся источники Священники чин освящения воды совершают Ну и кроме того, есть такие источники Которые уже прославились чудесами По молитвам перед иконами Расположенными в часовнях возле этих источников Над ними произошло много славных событий Например, неподалеку от Дивейского монастыря Местечко Цыгановка, кажется, называется Там родники формируют целое озерцо Благодатной студеной воды Погружаясь в воды которого с молитвой Очень многие получили чудную благодатную Божью помощь В исцелении от недугов душевных и телесных Очевидно, что бесы боятся этой воды Люди, одержимые этими духами тьмы Такие, к сожалению, бывают При приближении к таким источникам Уже проявляют крайнее беспокойство И понуждают того, кем злоупотребляют и пользуются Издавать какие-то страшные хулы или рычания Сопротивляясь приближению к таким водам Так что есть и некоторый благодатный опыт Чудес и исцелений Которые сопряжены с употреблением воды освященной Или погружение в тех источниках Которые в древности уже были благословлены Освящены молитвой великих наших святых Кроме этого источника вспоминается мне чудная купель Возле Анна Богословского монастыря Нашей Рязанской епархии Где множество рязанцев год за годом И на всякий день притекает для почерпания этой воды Которая исходит из родников древнейших монашеских поселений Располагавшихся по преданию в той горе Из-под которой бьет этот мощный родник И погружаясь в этих водах трехкратно И молясь Господу Призывая особенно апостола любви Иоанна Богослова Очень многие из нас получили благодатную Господню помощь Надо сказать, что эта практика благочестивая Не свойственна православному Востоку Например, на Святой горе Афон Есть источник Афанасия Афонского По преданию, изведенный по воле Пресвятой Богородицы При отчаянных обстоятельствах Когда сам преподобный от жажды страшной В связи с засухой на Святой горе В монастыре шел уже в отчаяние Чуть ли никуда глаза глядят из своей обители И Матерь Божия, явившаяся ему Повелела жезлом ударить в камень Который стал источником Из-под которого хлынула вода Чудная, чистая и до сих пор проистекающая Так вот, русские паломники Лиц только мужского пола, разумеется В одушевлении великом и молитвенном Каком-то воспламенении По нашей русской традиции В чем Матерь Дела Под небольшой водопад, создаваемый этим родником Вступают с благодарением Богу А греки глядят на это с ужасом Как на не только невозможное С точки зрения телесного восприятия Ледяной воды А и с точки зрения, кажущегося им Нечестивого употребления Святой воды Таким нагершом Подставлять свою грудь, голову Плечи И весь организм Действию этой благодатной воды Так что здесь по мере веры Наши русские паломники Приобретают радость и благодать А не принадлежащие к нашей русской традиции И незнакомые с этой практикой благочестия Как-то удивляются, а то и ужасаются Но здесь уже видите Некоторые частные проявления Опыта поместных церквей И отношения к святой воде В соответствии с ожидаемым от нее благодеяниями Так и вы, если с благовением принимаете воду Знаешь, что источник освящен И посвящен тому или иному святому Их памяти, то, несомненно И пользу духовную, пользу телесную Можете от этого получить Но если для вас вода безразлична Оттуда или отсюда И вы сами верой не просвещены То, вероятно, она и не будет для вас ничем полезна Внеси свой вклад, оцени Подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok